Давай! Два из них высокого уровня, они дают возможность конкурировать за номинацию Оскара, если что-то выигрываешь. Пока фильм ничего не выиграл, но мы как бы собираемся в ближайшие 6-8 месяцев еще путешествовать по всему миру и показывать фильм во всех странах. К сожалению, Европа пока не воспринимает фильм, не было ни одного большого такого серьезного фильм-фестиваля, который бы принял его. И это очень большой сюрприз для меня, потому что я думала, что наоборот, Европа как бы будет воспринимать фильм более положительно. Это война между НАТО-пактом, Америкой и Россией. Всегда до показа такое небольшое напряжение и чувствуется холод со стороны зрителя, потому что они не знают, чего ожидать. Они думают, что может быть сейчас я буду показывать им российскую пропаганду. Но после показа всегда очень много аплодисментов, и люди подходят и благодарятся за то, что я дала им возможность увидеть другую сторону. Один раз подошел мужчина-американец, который был одним из тренеров, работающих на войска НАТО. И он тренировал украинскую армию, и я была удивлена его реакцией. Он тоже поблагодарил за фильм и сказал, что это очень важный фильм, и что люди должны понимать, что происходит с обоих сторон конфликтом. Да, очень много материала не попало в фильм. Мы провели много часов с американским волонтером Заком Набаком, Также с волонтером из Словакии, который служил в батальоне СДЭКи. Много интервью у нас было с гражданскими, которые были жертвами бомбежек и обстрелов. И да, где-то примерно 700 часов было отснято в течение трех лет. Я думаю, что этот материал нужно в какой-то момент выставить на страничку фильма, чтобы люди знали и видели все то, что было доснято в это время. Это очень важно, мне кажется. Машина, машина, машина. Работа над этим фильмом для нас была большое приключение, потому что нам не доверил никто. То есть и люди в Донецкой Республике думали, что мы шпионы, и российские власти имели подозрения. Один раз, когда мы перескали границу Донецкой Республики в Россию, нас остановили и допрашивали 14 часов. Американские власти тоже имели свои подозрения. Один раз к нам заявились агенты ФБР и спрашивали, что мы с чем занимаемся. Потом сложности были связаны с работой на линии фронта, потому что это было опасно прежде всего. Во-вторых, работая в таких условиях, естественно, это просто тяжело физически и морально. Но это было очень важно, потому что только таким образом мы могли показать тот мир, в котором оперируют Деки. Следующий показ будет 16 апреля в кинотеатре «Октябрь» в Москве на Новом Арбате в рамках фильм-фестиваля «Докер». Это московский фильм-фестиваль. И я с нетерпением жду реакции россиян на этот фильм. Так что посмотрим, и я надеюсь, что я вас там увижу.